приветствую я немножечко раньше зашла сейчас настраиваю работу не получилось у меня настроить youtube хотя обещала я немножко еще с компьютером наверное не дружу нормально так что пока у нас есть минуточка пусть люди собираются очень надеюсь что лягушки намешать не будут но я вынуждена делать прямой эфир на улице потому что у меня ребята дайвера они спать как ли им через пять на пять часов нужно выезжать далеко для того чтобы погружаться так почему у меня в интернете нету прямого эфира сейчас секундочку но не получается так что будем по-другому работать так как мы сейчас еще минуточка поэтому сейчас я быстренько пока подключусь ага я сейчас попробую через сафари это сделаю так нашла нашла приветствую все мои родные здравствуйте мои солнышки реально подключаю по вам все я с вами о прям в нулях здравствуйте здравствуйте еще раз спасибо спасибо добрый добрый у вас 7 часов вечера а у меня уже на ноль 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 ровно в полночь самое мистическое время надеюсь вам нравится мои истории которые вам сохраняю пишу стараюсь сделать это с юмором чтобы было интересно но и другой стороны стараюсь делать все-таки реальность как она есть на самом деле более это страна куда можно все все бросает переезжайте жить в любой стране есть нюансы а есть где очень дорого где есть где очень недорого любимые любимые вы мои все любимые солнышки пока народ собирается вот что я хотела вам сказать те кто пишет у меня посты комментарии сообщений с просьбой о помощи помочь там деньгами благотворительность пожалуйста не делать это если вы это делаете знаете что спасибо женечка знаете что я все проверяю я проверяю каждый аккаунт я продаю запросы медучреждения вот есть девочка про которую говорят варя ростова который показан на нтв на первом канале андрей ковалев про нее написал очень много мошенников да очень много мошенников писала мне я проверял их аккаунты они делают прямой рекламы они наживаются на чужом горе есть истинная картина и есть те кто на этой истинной картине делают мошеннические действия я не говорю сейчас за родителей я говорю за тех людей которые это делают почему я глубоко сюда обращаю внимание вы все прекрасно знаете что когда у меня случай был с Дашкой я сама ходила с протянутой рукой и собирала по доллару по 100 долларов кто как мог это сделать и я знаю что это такое как это больно как это стыдно как это тяжело заболевание аварии пусть на меня не обижаются родители она не излечима в России если они придумали там за границей препарат который там 150 миллионов стоит я конечно не уверена что это так действует и если дай бог поможет я буду только рада но на аккаунт который пишет мне с просьбой собрать деньги я отвечать не буду это чисто блогерская тема это чисто развод на деньги будьте аккуратны мошенники до чего додумались они уберут меняют себе имена и фамилии такие же как у родителей потом открывают банковские карты с такими же именем и фамилии и на этот счет они начинают получать деньги откуда я это знаю я знаю это оттуда потому что в Казани в Челябинском в Абхазии в Крыму были пойманы мошенницы которые поменяли свои имена на мое Фатима Ходуева открыли карточки у меня есть в телефонах это уголовные дела были где они под моим именем и фамилией получали у людей деньги и это когда-нибудь я сделала эту тему наверное репортаж но эти действия четверых были приостановлены так что знаете мошенники не останавливаются ни перед чем и те люди которые вымогают с вас деньги под моим именем все аккаунты которые существуют гадалка извиняюсь за мат его гадаю выражу это не я и все кто меня знают вот вы видите меня поэтому у нас прямое с вами общение теперь вот они наши любимые лягушки которые спать не давали вы их сейчас воочию услышите они вот такие большие красные вот мы их уже ловили перекидывали на соседнюю виллу они обратно к нам приходят и почему-то она справится итак брат Коля после аварии 99-й год совет сразу сейчас дам то что касается Коли после аварии здесь необходимы финансовые денежные вложения но у него есть хорошие перспективы ну ужас не ужас ну вот так вот это люди делают да я буду читать ваши все вопросы я буду пролистывать их заново вот и буду давать Ирина вам нужно стать хозяйкой своей собственной жизни и только тогда вы сможете правильно все предпринимать секундочку сейчас и жабу можете подождать час помолчите пожалуйста смотрите сегодня 29 февраля 29 февраля высокостный день высокостного года все его очень сильно боятся я не вижу в этом смысла я имею ввиду боятся подождите еще 16 февраля высокостный день получит На прямой эфир все выстроились, их там почему-то вместо двух штук оказалось пять. Так, смотрите, высокостный год, пожалуйста, не надо бояться этого года. Если вам кто-то будет внушать о том, что высокостный год происходит больше аварий, что нельзя делать свадьбы, нельзя рожать детей, это бред. Почему? Потому что календарь, который установили, с разницей, вот эти шесть часов, Юлий Цезарь, с разницами, которые складывали, один день лишний получился, его прибавили. Это все проделки именно математики и календаря. Никакого энергетического посыла высокостный год не несет. Просто на один день больше любых событий. Вы же знаете, что ежедневно, ежедневно у нас умирает определенное количество людей, рождается количество людей, аварии происходят. Вот именно на один день всего получается больше. И все. И я провела специальную статистику. Я занималась этим на протяжении, наверное, 12 лет. Почему? Потому что я родилась в высокостный год. Ну, неплохая же получилась, да, ничего страшного. Битва моя была в высокостный год. Ничего страшного, все хорошо. Вот, поэтому могу вам сказать, 29 февраля достаточно усредненное количество катастроф и трагедий. В другие дни бывает гораздо больше. Что касается России, у нас август перенасыщен этим всем. Вот, поэтому бояться его смысла нет. Нет, если вы решили жениться или выйти замуж, пожалуйста, выходите. Если вы решили в этом году там сделать какие-то крупные вещи, пожалуйста. Просто год, 20-й, сам по себе сложный. Год, 20-й, сам по себе. Вы видите, что происходит. Мы с вами говорили, что с 8 по 25 января будут перестановочки. Вот они случились, вы видели. Мы с вами говорили о том, что конец февраля, начало марта будет картина с долларом прыгающей. Что-то и происходит. Я не смотрела, что происходит у нас на бирже, но я могу вам сказать, здесь рупии и доллары. Доллары стали дороже. Поэтому я могу предположить, что на валютном рынке тоже идут перемены. Это, что я могу сказать, 29-й, дополнительный один день, он же может приносить нам еще один дополнительный день счастья, улыбок. Для прикола в одной из стран, в Англии, где-то в том регионе, в Исландии, в Ирландии, взяли, придумали, что в этот день женщина имеет право сделать предложение своим мужчинам. Оно так сложилось, и феминистки стали использовать этот день. Ничего страшного нет. Высокосный год во многих религиях не так отмечен, как в христианстве. И если мы будем брать летоисчисления по другим календарям, то мы поймем, что у нас прибавляется не один день. Например, по староарийскому календарю добавляется не 366 дней, а 369 дней. Там на 4 дня идет опережение событий. Поэтому я желаю вам дополнительного дня счастья. Что касается, что можно использовать, какой ритуал сегодня, то есть такая возможность, так как этот день не учитывается нигде, и бывает раз в 4 года, по нашей современной математике вы абсолютно спокойно можете в этот день провести. И в принципе я рекомендую делать его нечасто. Вот, ну именно сегодня можете. Возьмите обычное яйцо. Конечно же, желательно домашнее яйцо. Лягушки, я их сейчас поубиваю. Вот вы представьте, как они выносят мозг. И это не важно, где вы живете. На дорогой вилле вы живете, либо вы живете в дорогой гостинице, либо в деревне. Вот. Смотрите, что вы делаете. Вы берете домашнее яйцо. И, по возможности, от макушки прокатываете все свое тело, куда у вас достает рука. Прокатали по всему своему телу, вплоть до ножек, до стопок. Потом берете это яйцо в чашу с водой. Это может тазик быть. Не обязательно серебряный таз брать. Обычный таз с водой. Разбиваете туда яйцо. Да, вы можете посмотреть, разлился я желток или нет. Появились ли через некоторое время такие тяжи. Вот. Были ли там крупинки черного или красного. Конечно, это говорит о каких-то энергетических поражениях ваших органов. Если же этого ничего нет, и даже если это все есть, ваша задача, просто-напросто, если вы христиане, перекрестите три раза эту воду. Если вы мусульмане, сверху подержите руку и прочитайте колго три раза. После этого выливаете воду в унитаз или же в канализацию. Если те, кто живет в частных домах, обязательно нужно вынести за порог, за ограничение вашего дома. Таким образом, сегодня можете провести после заката, как раз сейчас такое время, до полуночи, такой маленький ритуал по очищению самой себя, самих себя. Если вы сейчас захотите там почти всю свою семью, детей можете до 12 лет. Все остальные, они уже постарше. Их надо будет уже в другие дни, и потом я скажу, как и что сделать. Так, это то, что касается сегодняшнего такого дня. В некоторых странах 29 февраля разрешено грешить. Ну, почему? Потому что они будут об этом грехе вспоминать всего лишь один раз в четыре года. Вот, это мелочь. Это, наверное, все то, что касается переживаний по поводу 29 февраля. Кстати, поздравляю всех, всех, кто родился именно сегодня. В моей жизни было очень мало людей, которые родились именно 29 февраля. Но, смотрите, 29 у нас дает двоечка. Это мудрость. 9 – это тоже мудрость. Жрица и мудрость. Все близкие. Семья, родные, родственники, любимые. Да, это мне мои дети пишут. Вот. Я не могу. Я сейчас посмотрю смс-ку, что они мне прислали. Ну, так сложилось, что... Так, у меня что-то с телефона в замке не принимает. Но есть интернет. Пишите в WhatsApp. Я перезвашку написал. Я всегда переживаю, когда приходит смс от детей и от мамы. Первая реакция на них, что и как нужно сделать. Я думаю, у вас так же. Смотрите. Двойка – это жрица. 9 – это же отшельник. Вместе, в сумме, это, значит, такой достаточно мудрый день. Некоторые раньше говорили о том, что это день кощей, нехороший. В этот день вообще плохие рождаются. Но жрецы и волхвы говорили, что в этот день рождаются люди с особым даром. И я вам могу сказать, и я в этом убедилась. Был дядь Коля. Фамилия у него была, правда, чертов. Он такая. Он великолепно чувствовал море. Он выходит в море, Каспийское. И все тихо, тихо. И в какой-то момент он говорит, разворачиваемся. Его говорили, Коль, ты что, пойдем, рыбу сейчас поймам. Мы разворачиваемся. Они не успевали. Вот только на берег сходили, начиналась буря в стакане, ураган. Они могли погибнуть. И вот так он всю жизнь чувствовал в море. Вот такая была интуиция. Поэтому в этот день рождается действительно особый. Ну, теперь мы складываем двоечку и девяточку. У нас получается 11. Это говорит, я очень часто за 11 говорила. Мы можем войти в игольную школу. Прибавляем к этому второй месяц. У нас получается, опять же, рица прибавляется к возможностям 13. А 13 мы знаем, несмотря на то, что это как бы такой трансформационный, ну, смеры, да. Но это перерождение. Поэтому это точка сброса энергии. И сегодня вы можете отказаться от некоторых вещей прошлого. Дать себе программу на будущее. И спокойно, спокойно ее выполнять. Вот. И если мы прибавим к этому еще и этот именно год, то у нас получается 17. 17 это изобилие. Звезда изобилия. Поэтому загадывайте, как всегда, желания. Их можно загадывать каждый день. Но мы же сами делаем дни особенными. Поэтому сегодня мы сделаем особенный день. И я, наверное, буду вырабатывать терпение. Я когда-нибудь эти лягушки... Был период времени, когда мне их привозили из всех стран. Я их, наверное, пересобирала. Вот. А теперь, наверное, мы приступаем к открытым на ваши вопросы, которые вы мне здесь задаете. Совет. Сабрина. Сабриночка, мне кажется, ты каждый эфир просишь совета. Нет, это маленькая у меня, Сабриночка. Это получается тебе 17 лет в этом году. Не только будет. Какой тебе совет? Совет от карт? Сабриночка, пожалуйста, мне кажется, совет это одно. Совет говорит тебе о том, что эгоизм должен быть здоровый. А я тебе хочу сказать другое. В твоей голове есть какие-то планы. Ты не хочешь жить в своем доме, в своей семье. Ты хочешь куда-то переехать. Переехать учиться или что-то делать в другой город или в другую местность. У тебя это получится, потому что уровень интеллекта у тебя достаточно высокий. Мужской даже, я бы так сказала. Единственное, что тебе нужно научиться совладать с гордыней. Она может тебе быть немножко не в теме. Так, здравствуйте, здравствуйте всем сразу. Так, Аниза. Анизочка, совет. Аниза, в первую очередь могу сказать, с мужской энергией нужно поработать. Привет из Дагестана. Спасибо. Аниза, солнышко, у тебя лучшая карта, которая только может быть. Если стоит вопрос о чем-то очень глобальном, ты внутри себя держишь, вперед из песни. Он не только у тебя решение получится этого вопроса, но будет лучше, чем тебе даже кажется. С парнем почти три года вместе, все хотим начать жить вместе, но все еще и никак. Так, скажите, все ли у нас получится. Ну, знаете, есть такое понятие. Если вы начинаете жить пробным браком, то у мальчиков пропадает желание принимать дальнейшее решение. И мы так хорошо. Они же устроились и еще могут сказать, ну а что тебе еще надо? Ну, печать в паспорте, ну, смысл. И зачем под одной крышей находиться? Привычка, привычка, привычка. Поэтому пока эмоция горячая, романтик идет, нужно принимать решение, либо вы вместе, либо нет. Понимаете? Что говорят карты? Карты говорят, что вам нужно все проанализировать, принимать решение самостоятельно, не рассчитывая на него. В таком состоянии, как я сейчас, вы можете еще 10 лет пронаходиться. Так. Лилиана, совет. Лилиана, совет, просто рассовет. Совет. Совет. Знаете, когда выпадает такая карта на незаданный вопрос, это говорит о том, что вы готовы быть советчицей, самым лучшим королем. И готовы к отношениям на серьезном уровне. Алина и Николай. Совместимы ли мы или надо нам сохранять семью? Ну, кажется, совместимостью делают астрологи. Я всегда говорю, нет смысла уделять внимание астрологии настолько, чтобы прям верить и верить. Солнышко, ты у нас к озерушке попадаешься, как и я. И характер, конечно, у тебя такой. Еще и сделай, мать моя женщина. Смотря, от чего вы хотите от отношений. И в принципе есть такое понятие. И не хорошо, и не плохо. Ведь есть люди, которые говорят, слава богу, что так. Но все-таки потрудитесь над отношениями. Спасибо. Смотрите, пожалуйста, Егор и Катя будут ли вместе? Ну, это же психология, это же отношения. Не небеса решают, а вы решаете. Катя слишком много обид. У Кати очень много всего внутри, что не позволяет ей выстраивать отношения с Егором. Есть вещи, которые... Да, уже весна началась, меня уже поздравляют. Первое марта, с первым мартом всех. Вот, есть вещи, которые эмоционально нужно научиться прощать. А как быть судом? Муж опять игнорирует и идет на... И не идет по закону. Даже так уже сколько полиции не делать, ничего. В суд идти. Ваше решение с вашим мужем, о котором вы написали судебно, оно как по лезвию ножа. Там нет решения того, которого хотите вы. Там силу, применяя и не применяя, он найдет еще какие-то ситуации, чтобы это все разрешить неправильно. Вот, конечно же, можно было бы вам посоветовать сделать энергетический определенный обряд. Знаете, называется взывание к совести. Потом. Светлана, 89-й год, не может родить детей. Все ли у нас получится? Помогите, пожалуйста. Светочка. Вот вопрос, который вы задаете, он связан еще и с вашим кармическим началом. Дело в том, что вы в роду, хоть и в роду, но вы как чужая в роду. И вот эта оторванность, она очень сильно мешает. По своей молодости вы хотели внимания к себе. Ну, такой, знаете, эгоизм. Вы недополучили любви той от родителей, которой вам хотелось. И на подкорке оно у вас здесь осталось. И поэтому, как нежелание, чтобы кто-то был из детей рядышком, оно отпечаталось у вас. А так, с точки зрения медицины, я не вижу ярких таких проблем, которые мы говорим. Но кармически родовая проблема есть. Возможно, разрешив ее, и что-то решив по справедливости в своей голове относительно рода, тогда у вас откроется ворот. Но уже придется потратиться. Возможно, немножко медицины. Так, Светланочка, ответьте мне, пожалуйста. Светланочка, что тебе, солнышко, ответит? Ты приняла ложное решение, и эмоционально можешь ошибнуться, как говорят. В эмоциях не принимай решение, ты уже неправильно что-то думаешь. Новороссийск, приветствую вас. Антонина, стоит ли мне сейчас менять работу? Антонина, ой, болезненно вы реагируете на несправедливые вещи. Стоит ли вам менять работу сейчас? Нет. Что будет? У вас однозначно будет смена работы, однозначно. Не сейчас, но через полгода точно. Потому что вы уже на смене сознания. Спецэффекты, да? Хорошие спецэффекты. Приветики, Гульнарочка. Гульнарочка. А, Гульнас. Гульнас, совет тебе. У нас тебе статегорически рекомендует колода Таро. Не принимай... То есть, наоборот, принимай новые решения. Подожди, что у тебя в голове творится, что я запутываюсь? Не используй старые решения на новые проблемы. Найди какой-то новый ход. Как это сделать? Это все очень просто. Вот представь. Я привожу ситуацию просто для того, чтобы другие поняли, как это происходит. Приходила, муж, пьяный, всегда с работы. Что делала жена? Пилила, ругала, материла, дверь закрывала. Там, может быть, скалкой била. Но очередной раз он приходит к Яндамуна. Привет. Раздевайся. Иди кушать. Иди ложись спать. То есть, сделайте действия, которые вы раньше не делали. То есть, по-иному это сделайте. На любую ситуацию, в которую вы захотите задать вопрос. Поступайте иначе. И тогда у вас очень многое получится. Так. Инга, совет от карт. Инга. Инга, совет от меня. Меньше воинства. Совет от карт. Выговорись, вырись, сходи к психотерапевту. У тебя есть внутри. Ты еще маленькая, но у тебя уже накопилось столько военных событий, которые тебе необходимо выговориться. Освобождение нужно психологическое. Казахстан, любовь моя. Вот я же говорю, что не будет слышно из-за этих лягушек. Громкие заразы. Лена, мне тоже очень понравилось, как они отмазались относительно греха. Помогите советом, как похудеть. Если честно, вы хотите совет, как похудеть. В первую очередь поймите, почему у вас лишний вес. В большинстве случаев гормональный сбой, психическое состояние. Это в первую очередь. А еще есть такое понятие. Все зависит от вашей возрастной группы. Когда мы уже приближаемся к лимкторическому периоду, и гормон начинает работать по-другому, у нас защитная реакция. Особенно в области живота собираются жировые вещи. Просто перейти на питание, такое, как это они говорят, на овощи, фрукты, не поможет. Кстати, все, кто начинает очень много есть клетчатки сырой, сыроедение, знаете, одну такую вещь, что вот эта капуста, вот эта клетчатка, манго, вот эти длинные полосочки, которые есть, все вот эти белые прожилки от апельсина, они не перевариваются. Я вам как медик говорю, я очень много людей, я была на вскрытии очень много людей, и могу сказать, вот эти все тяжи, как они говорят у нас, клетчатка, как метелка выгребает кишечник, нет, оно не переваривается. Знаете, что происходит? Они вот так скручиваются в канаты, и именно они, а не каловые камни, закрывают область кишечника. Поэтому либо какую-то обработку давайте термическую, либо очень хорошо прожевывайте. Вот жвачные коровы, которые едят траву, они много перетирают. Так вы тоже прожевываете, а не глотаете. Сельдерей сюда тоже относится. И что касается похудеть, нужно избавиться от ряда проблем вот здесь, освободиться. А так, а так, я как-нибудь сделаю прям в эфире маленький-маленький ритуальчик. Но он, по крайней мере, мозги освободит. 29-е другого месяца, оно срабатывает только в двух вариантах. Это жрица и отшельник. И вместе дает 11, как портал, как проход в угольную школу, умение принимать какие-то решения. Поэтому, на самом деле, есть такая в детстве. В детстве учили меня такой поговорки. Загадка это была, что седьмой взял у второго, что восьмой взял у второго, чтобы быть не хуже седьмого. Это июль и август, да? Они взяли один день у февраля. И никаких вот таких глобальных проблем с 29-м числом нет. Но 29-е, оно всегда как бы какое-то портальное. Вы можете его использовать, и очень хорошо. Так, Арсений учит. Так, Хатимыч, подайте совет моим детям. Виктории, 9-го и Арсений. Хатим сына отправить учиться в Суворовское училище. Казать, стоит или нет. После 4-го класса от дочки стоит оставаться в 10-й. Итак, на вопрос. Стоит ли сына отправлять в Казань в Суворовское или нет. Я всегда, в первую очередь, без ничего за Суворовское училище, за дисциплину. Понимаете, у него есть какая-то творческая, эмоциональная жилка. Он специфичный, он немножко не такой. Вы устаете иногда от него. Он прям как будто бы вам кровь может сворачивать. Вот. Он может быть не сейчас, а позже. Сейчас он не готов к этому. И даже если вам даст согласие, но сырое, нету сейчас возможности. Это, по крайней мере, то, что с Агентой карт. Да, мы же у них спрашиваем. Так как я вас лично не трогаю и не вижу. Вот. Но все-таки он когда-нибудь сможет пойти. Да. Он попозже сможет. Попозже у него это получится. Возможно, просто, я еще раз говорю, даже не сейчас. Что касается девочки, оставаться ей в 10 класс, либо уходить раньше. Однозначно оставаться. Почему? Потому что к тому периоду времени, когда она будет заканчивать, там, 10-11 класса, это у нас падают эти кокосы. Вот. У нее изменится ситуация. Либо поступление, либо направление, которое она выберет. И для нее это будет лучше. Светланочка, дайте совет. Светланочка, вам совет. Выпала моя карта. Вам советы не нужны. Вам нужно просто сейчас вот все отряхнуться и заново писать все, что вы хотите для себя. Можно ли карта для меня? Год начался не очень. Ирина, 58. Ириночка, год у всех начался не очень. Нам до марта 21-го годика так потряхнуться. Все будет хорошо в любом случае. Совет. Ирина, начиная со вчерашнего дня, даже не со вчерашнего, а знаете какого? Уже, наверное, дней 5. Дни 5. Вы вошли в свою полосу. И до конца марта вот что хотите, делайте. но смотрите и улыбайтесь, потому что у вас картина перемен. И именно так сложилось, что она для вас. Можно совет. Иногда хочется. Кажется, что живу не своей жизнью. Анастасия, не только ты. Большинство людей живет не своей жизнью. И я иногда живу не своей жизнью, а жизнями вашими, а жизнями своих детей. И очень сложно. Вот 10 дней я на Бали, я еще не остановилась мозгами. Поэтому нужно понимать, когда мы совсем живем не своей жизнью, в рабских условиях, становимся жертвами отношений. Это вообще отдельная тема эфира. Жертвами. Зависимыми жертвами. Это один момент. А иногда бывает так, обстоятельства. Может, детей не викинешь? Сейчас я посмотрю. В своей жизни вы живете. Вы знаете, вы на самом деле живете своей жизнью, но не совсем вам кажется, что вы живете чужой жизнью. Но вы проживаете свою жизнь. И она, как бы вам так сказать, быстрее сдайте экзамены, быстро отработайте то, что вы не любите, сделайте. То есть, если вы не любите мыть посуду, начните ее мыть. Это я пример привожу. Если вы не любите там говорить правду, научитесь ее мягко говорить. Если вы, например, никогда первые не мирились, помиритесь. Вы не прощали мать? Простите. Сделайте какой-то экзамен. Сдайте. И начиная в этом году с конца октября, октябрь, ноябрь, вы заметите полные изменения. Вам кажется, вы самообманываетесь. Добрый вечер. 27-го. Так, не замужем, скажите, пожалуйста, долго ли ждать пол? Какие вы там все хитрые, а? Вот вы понимаете, не замужем, когда ждать пополнения. Ну, замуж, наверное, надо вначале выйти, чтобы ждать пополнения, потому что я против, когда женщины рожают детей для себя. Я считаю, что будет очень серьезное наказание. Не бывает так. Так нельзя. Эгоизм. Замуж вы выйдете. Ну, если только соберетесь, хотите и правильно это сделаете. А что касается детей. Вы знаете, вы живете в каком-то прошлом, в каких-то обидах эмоциональных, в каком-то предательстве. Переберите. Это как это. Если посоветовать, да, может. А что вы с этим сделаете, тоже дальше. Кстати, спасибо всем тем, кто за прошлый эфир, пройдя по ссылке, оплатил прямой эфир, как советы и рекомендации. Сейчас мы исправили. Я вам говорила, что это будет там 300 с чем-то рублей. А на самом деле на кнопочке было там 600 с чем-то. Сейчас исправили. Все есть. Очень было приятно. Конечно, количество полученных ответов и количество благодарностей, оно не соответствует. Но, тем не менее, начало положено. Спасибо, Алифтина. Хочу от вас совет. Держать дальше или все-таки уже спокойно. Что-то дерщать. И стать все это. Я вот не знаю. Дерзать, может быть, дальше или дерщать, я не могу понять. Но то, что вы спрашиваете, вам делать дальше или успокоиться. Успокоиться, но делать дальше. То есть, я не знаю, как понять успокоиться. Мы пока живем, мы не можем успокоиться, лечь и просто смотреть. Вам нужно принять просто женское какое-то решение. Возможно, такое, знаете, как уже, как мать, материнское решение хозяйки. Решение хозяйки. И оно само, не надо там рвать на части себя, свою жизнь. И оно само случится. Если затянете, небеса вас подтолкнут. Я сейчас запрограммирую вас. Конец августа-сентябрь. Гасанова, совет. Меньше ходи к гадалкам и сама знаешь, что ты хочешь. Но тебе не помогут советам ни магия, ничего. И не за ответ. Так, вот здесь я видела, как проработать мужскую энергию. Совет от Карл. Вероника, проработать ее невозможно. Нужно наработать женские качества и выпустить изнутри свою девочку. Это приходите на занятия. Мы будем тогда говорить об общих исцеляющих моментах. Тогда это все у нас будет случаться естественным образом. А у вас, пока я могу сказать, вы вынуждены использовать мужскую энергию, потому что рядом, рядом как-то собираете всех максимально сладеньких. Аида. 77-й год. Сажет от Карл. Аидочка, позвольте вашей жизни случиться неожиданному. Даже не загадывайте никаких желаний, потому что небесный план вам приготовил какой-то подарок. И, чтобы вы сейчас не сказали, это будет совершенно не то. Здравствуйте. Нужен совет по работе и про эмоциональное состояние. Настенька. Настеночка. Настен, для вас самое страшное, у вас есть печать называемой депрессионности. И вам нужно из него выходить и не позволять себе в него прям так погружаться, как вы это делаете. Совет от Карл. В ближайшее время, 2-3 дня, 2-3 недели, вам нужно саму себя победить интеллектуально. У вас ощущение, что вы все время хотите всех оставить в дураках, а в итоге остаетесь с вами дурочкой. Вы можете манипулировать людьми и своим состоянием. Когда вы чего-то не хотите делать, у вас начинается просто неправильное состояние. А так вы же не глупая. Вы очень умная девочка. Совет Светлана. Не могу найти работу. Светлана, ну, честно говоря, я, конечно, могу сделать доску объявлений по работе, но это не моя история. Вы не можете найти, потому что с одной стороны у вас есть помеха старая, старая, кто-то энергетически, знаете, как-то что-то повлияло на вашу жизнь, сделал какие-то такие, знаете, может быть, ну, выдавил за счет магических ритуалов историю. Но вы застряли. Это было очень давно. И вы пока вот на этом крутитесь. Это старая энергия. Поэтому надо проведите, хотя бы вот такое вот, опять же, у меня на сайте, в интернет-магазине есть, называется родовое исцеление. Оно очень подходит как раз для того, чтобы вы разгрузились, очистили себя от прошлого. Там идентичная картина родовое исцеление и привести себя в порядок энергетически. Вы откроете себе ворота. Что тогда у вас может быть? Тогда вы как проснетесь. То есть карту дьявола поменяете на воскрешение. Так, вот-вот-вот-вот-вот вот это я. 89-й год, болею. Чувствую, что организм посылает меня. Родить не могу. Эко результата. Но с 14-го года уже 4 операции и в 18-й почти умерла. У меня еще опекунная чешка. Дайте совет. 89-й год. Альбиночка, ну, вы вообще героиня. Сейчас я посмотрю вас. У вас очень много сердечных переживаний. У вас ощущение, что сердце вот как бы влюбилось, влюбилось и оно находится в любви. И не можете до конца реализовать эту любовь, так как вы ее хотели сделать. Ребеночек нервной системы воспиталкивает нервные окончания. У вас неправильно происходит процесс. Есть страхи. Либо психоневролог, либо уже хорошие энергетики. Ольга, совет. Ольга, первый совет. Обратите внимание, вы через сны видите подсказки. У вас есть дар предсказательности. Сердце разбито, понимаете, у вас три удара, три, надо вытащить оттуда сердца. Вы одиноки. Понимаете, с кем вы не ходили, вы одиноки. Вы как прошлое похоронили, и вы все время ходите на могилу к своему прошлому. Делать этого не нужно. Опять же, в интернет-магазине, я не знаю, девочки выставили или нет, там у меня есть специально сделанные ароматические свечи, которые на специальными травами, которые дают возможность сознанию освободиться от прошлого. Минимум, позвоните по телефону, там он есть, и решите заметьте меня, Меда и Несса, Меда и Несса. Я заметила тебя. Совет, совет, что бы ты ни начала делать, у тебя везде будет триумф и победа. Настенька, что делать с ним, пожалуйста? Что с кем с ним? Настя, опять же, я ничего не помню, но с кем что с ним делать? Все зерна у тебя посажены, все ответы есть у тебя внутри, и всходы будут неплохие. Что у меня будет? Добрый вечер, в сопровождении дочь. Фадима, очень приятно слышать музыкальное сопровождение, дочь, дети поссорились, это навсегда. Для нас, для матерей очень тяжело, когда наши дети находятся на грани разрыва или развода. Мы как-то отдаем их, дверь закрываем, живи там, сами разбирайтесь, да? Нет же, они же ссорятся, еще домой хотят вернуться. Не, сразу, надо без карты возврата отдавать. там очень много было ее ошибок у дочери и еще были помехи от родных, поэтому знаете, у нас девочек никто не учат правильно выстраивать отношения к семье. Либо они приходят, они богиня, королевы и заставляют род мужа на них работать, либо наоборот в рабство приходят, убирают, убирают, потом они мужу не нужны, мужья идут налево гуляют. Сколки, скандалы. Нужно учить их этому делать. Были благоприятные почвы для того, чтобы это случилось. И дочка ваша воспользовалась неправильно этой историей. Раян, личная жизнь. Такое ощущение, что у тебя военные события по личной жизни прошли, сейчас только ты смотришь трофеи собираешь, что у тебя уже было. Поэтому опасности уже нет, ты уже знаешь, ты уже умеешь, тебе уже можно. Так, сейчас, так, так, Ангелина, помогите, что дальше? Одна с грудничком на руках, бизнес почти умер. Ангелиночка, я была одна с ребенком на руках, но у меня бизнес умер. Ничего страшного, ребенок в охапку, четыре месяца без еды, без воды, ну так, грубо говоря, я ничего не ел, теперь ребеночку было. Справились? Ты не первая, не последняя. Совет дам. Совет внутри тебя. Включая мудрость, включая юмор, отряхнись, затянись, ты женщина, ты мать, а если ты мать с грудничком, ты все сможешь. Откуда ни возьмись берутся сила, Богородица всегда покровительствует матерям с грудничками, ты не одна, минимум не обратись, сложно ложишься спать и скажи, хотим, отдай совет, и ночью тебе дам совет. нич и нич реализовываться. была бы такая сфера лежать на диване и смотреть красивые журналы, это была бы твоя сфера. С одной стороны, ты хочешь реализовываться, хочешь работать, а с другой стороны, ты как бы сказать, везде дети будут не устраивать, если это с 9 до 6 творчество, либо работа проектная, у тебя хорошее видение, ты красоту видишь, и журналы по красоте, как раз будешь очень хорошим консультантом. Вот, я бы разобралась бы, прежде чем заниматься выбором реализации, я бы разобралась, почему у тебя проблемы идут по мужчинам. Мужчины все время в твоей жизни вносят гамнянистые коррективы. Так. Антонина, я, кажется, давала вам сейчас совет от карт. Не показывают вам, наверное, я вам давала. Ты, мое солнышко, GSG. Вот. совет от карт вам нет, потому что вам говорят, что доверяйте своей интуиции, и опять же вы можете чувствовать, что можете сделать. Хочу старт новой жизни. Ириночка, смотри в глаза. У тебя есть старт новой жизни? и попробуй мне через 4 месяца сказать, что ты не стартанул. Максим. Максим, ты уже всеми мыслями находишься в совершенно другом пространстве. У тебя не сложно юридически, бумажно есть, но где-то в июне, в июле месяце будет возможность попасть в окошко, чтобы решить этот вопрос. Но ты уже уехал. Марин, вы так сказали, на ПМЖ в Крым, это как будто бы в Америку. Вы знаете, Марин, это решение не только ваше. Здесь замешан еще другой человек. Но если брать вас, вы на Северном полюсе, на необитаемом острове вы выживете. Вы сделаете все, что угодно. Но в данном случае есть торможение от другого человека. Спасибо вам, родные мои. Так, Надежда. Выйти замуж ребенка хочу. Людмила. Людмила, слово хочу ребенка и выйти замуж хочу. не всегда срабатывать. Людмилочка, у вас есть возможность и время приходить на занятия 15 марта. Я буду в Москве, у меня будет занятие первой ступени рейки. Приходите. Я не просто вас зову, я богаче не стану, просто я могу включить вас там. Я создаю такое пространство без ложной скромности, в котором вы сами начинаете это жить и видеть. это не бутафория. Я не накачиваю вас искусственным адреналином, что вы уходите, летаете, говорить, какая ходуева, офигенная, мне это не нужно, я уже вот так это заработаю себе. Просто в этом пространстве ваша душа начинает раскрываться, вы сами начинаете щупать, трогать, видеть и офигевать, какие вы. поэтому вам так это нужно будет. Пойду ли я в этом году за границу на мое? На мое я не знаю, что такое, но вам необходимы финансовые вопросы решить для того, чтобы это сделать. Станислав, сын, 7 марта, он даже мальчик так родит, слава богу, что не 8. Станислав, что вы за него спрашиваете? Главное, не мешайте. Кстати, у него будет всегда хорошая возможность, если он в правильный рост вот такой войдет, у него есть форма интеллектуального превосходства над своими сверстниками, то он сможет зарабатывать неплохие деньги. Фатимочка, ответьте, пожалуйста, Роза, 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 доверяй своей интуиции, ну пожалуйста, не перегибай палку, ты можешь своим состоянием, настроение портить всем людям, которые находятся вокруг тебя. Ах, тебе надо проснуться, ты одной ногой вроде бы живешь, вся такая, ах, а другой ногой ты как будто бы уже умерла. И это все у тебя происходит в голове. Вот Светланочка, которая просит обратить внимание, Светочка, это такой бонус, знаешь, самый лучший комплимент, который я заработала в этой жизни, самая большая просьба и самая дорогая просьба, это когда мне звонят и говорят, Катина, подумай обо мне. Вот это дорогого стоит. Нужен всего для мамы. А что ты хочешь? Совет для мамы. Я всегда для мамы должна дать. Так, она болеет. У твоей мамы, у твоей мамы, знаешь, как получается, у нее болезнь не ее, она как бы болеет за всех вас. И она так понасобирала, 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 и все, и болеет. А разгребстись уже от этого вынести не может. Вот так мы иногда насобираем говна всякого. И потом мы уже сами, как говорится, из нее не справимся. И реально нужна уже такая встряска серьезная. Возможно, быстрее вам встать на ноги, чтобы не привлекать внимание. Так, Антоничка, мы уже ответили, так, мы можем проблемы. Так. Эрик. Поступать в техникум или оставаться? Поступать, оставаться в сердце. Могинский. Вы понимаете, с одной стороны, он уже, уже как бы и не хочет оставаться, потому что будет происходить смена. Но он еще и не готов к техникуму. Я бы желала бы, конечно бы, чтобы они раньше, чем раньше они идут в техникум, тем они возрослеют, тем они быстрее развиваются. Но если он находится еще в пубертате в таком, то ему бы лучше посидеть в школе. Лучше, конечно, техникум. Дай бог, чтобы он взял себя за шкирку и быстрее, быстрее начал бы что-то делать. Если он не начнет этого делать, поверьте, мне даже два года 10-11 класса, они будут пустыми для него. Никак его не способны. Не бывает так, когда у вас не складывается все во всех сферах жизни. Не бывает. Хочу жить. Отпусти прошлое. Отпусти мужчину. ты слишком много съела мужского говна. Тогда будешь жить. И тогда ты из мертвых даже станешь. проблемы со здоровьем. Боюсь онкологии. Не бойтесь онкологии. Настенька, еще раз говорю. Когда вы боитесь онкологии, вы же ее сами привлекаете. И очень сильно она вот так развивается. Мгновенно. Приходите на занятия. Даниэл, прошу совет. Я просто мальчиков быстрее выбираю. Они же такая редкость. Даниэл, вспомните все, что вы умеете и используйте свои знания, накопления внутренние для того, чтобы начать больше получать финансы. У вас это получится. на это у вас есть благословление. Если нет онлайн-банка, перечислить благодарность? С девочками свяжитесь. Они есть у меня в шапке профиля в инстаграме. Блин, мне так обидно, что мне подписчики на ютубе остались сегодня без эфира. Я им обещала. Вы меня остерегаетесь? А что это такое, Настенька? Мне как-то, знаешь, уже глубоко и давно, знаете, как. Знаете, в этой жизни живешь один раз и умираешь один раз. Ну, я имею в виду физически. На раннем можем очень много умирать. Совет Марии делать операцию на глаза. Пожалуйста. Сейчас, Мария. Я не вижу у вас категоричных противопоказаний. Если вам врачи говорят, и если вы уверены, если вы настроены, нету противопоказаний делать операцию, но также и нету категоричности ее делать, то здесь это вопрос не имеет такого, блин, хорошо, что вы позвонили, посмотрели, вам не надо. трое детей, совет, все решения принимайте в духе, отрежьте старое и не живите теми надеждами, которые вы искусственно себе создали. Ирина Корчагина, если вы находитесь в состоянии депрессивности, не знаете, как свести к концу с концами моральным и материальным, то просто-напросто дожмитесь до края ситуацией и чтобы выйти из нее, это самостоятельно не получится. Я здесь вижу, вам нужен психотерапевт, либо подруга, либо человек, который вас сможет из этого вытащить. Можно ли в этом году покупать дома? Можно. Если вам необходимо. Смотрите, что мы делаем. У нас осталось полторы минуты. Я эфир сохраню, это понятное дело. Но вопрос в другом. я могу еще полчаса оставить на ответ на вопросы. Поэтому давайте мы попробуем. Это я сохраняю, убираю. И потом я продолжу еще эфир те, кто останутся с вопросами. Тогда мы досмотрим вас. Доделаем. Галина, помогите, пожалуйста. Галиночка, держите. Это подарок. Нет меня от Вселенной. Что-то хорошее случится. Так. Дайте совета дальнобойщик. Дальнебойщики, мои красавчики, все время с вами на дорогах встречаюсь. Совет. Вы знаете, у вас такая вот карта легла, что вам даже совета не надо. Потому что вы знаете, когда надо помордить дать, вы знаете, когда нужно помочь руками что-то сделать где-то. И что хочу сказать, колесо фортуны у вас крутится где-то наверное в сентябре, к сентябрю вы увидите результат. И очень хорошая перемена у вас будет. Сколько пишу, не попадай, все не попадая, мне постоянно не везет. Как мне выздороветь, Надежда. Надеждочка, солнышко мое, у тебя есть родовая проблема. Мало того, то тебе все нужны, то тебе не нужны. Мало того, у тебя есть два, и продовое проклятие есть, и дар исцеления есть. Тебе необходимо категорически найти мастера, который тебя перенастроит. Поэтому у тебя могут быть и гормональные изменения, сосудистые изменения, и сердечные. И еще в твоем молодом возрасте уже поясницы